Философия музыки. Да, хлопок. Как знают все, кто пробовал когда-либо гладиться в предмет, главная проблема в философии музыки в том, что в этой сфере не сделано практически ничего. Возникает вопрос, почему вообще существует такое явление, как музыка. Прежде всего, под словом музыка я буду иметь в виду инструментальную музыку, потому что вокальные жанры, там примешивается какой-то текст, какой-то сюжет, что-то происходит. Это уже не так интересно для нас, но есть вот совершенно абстрактная инструментальная музыка. И прежде всего, органы. Эта вещь абсолютно оторвана от нашей жизни, совершенно не связанная ни с какими реалиями. Может быть, только интонация более или менее, хотя, конечно, музыка безумно далека от тех интонаций, которые мы используем в речи. Но, тем не менее, как мы очень хорошо знаем, музыка у нас действует, музыка производит впечатление, музыка запоминается, музыка играет очень большую роль в нашей жизни. Как видите, передо мной инструмент, на котором можно поиграть. В принципе, сейчас попробую найти пьесу, на которой будет кое-что видно. Что я хотел сказать, в первую очередь. Самое главное, когда мы слышим музыку инструментальную, и особенно органную, у нас возникает ощущение, как будто нам рассказывают какую-то историю. Весь вопрос заключается в том, каким образом может возникать вообще это ощущение, что мы читаем книжку, или нам что-то рассказывают, если перед нами исключительно метеопатематические сочетания. Больше ничего. Попробуем, надеюсь, что мы хотим найти. Ладно, я пока немножко так выберу. Поимпровизирую. Попробуем, надеюсь, что мы хотим найти. Ну, это я пробежался по очень простой дорожке, по которой еще любил проходить Себастьян Бах, пьесу, которую я никак не могу найти, Харал, по памяти, конечно, не сыграю, сейчас попробую чуть позже поискать. И таких вариаций возможно огромное количество. Для начала проиллюстрирую ту тезис, в которой я говорил, что это очень-очень далеко от нашей интонации, которую мы используем в повседневной речи. Ну, вот очень известная из стоккаты Ре-минор Баха, которую все хорошо знают. Конечно, очень хорошо видно, что от речи – это очень далеко. Особенно оборочная музыка, которая строится многоголосно. Если у Моцарта там, конечно, все гораздо ближе, еще как-то с нашим кутином танцем. Я не умею играть музыку без того, чтобы иметь. Да, в связи с этим вопросом, который я сформулировал в самом начале, каким образом музыка может говорить нам, не имея никакой связи с нашими реальными жизненными явлениями, связан другой вопрос, в чем-то противоположный. Не воспринимаем ли мы и все другое искусство, например, вербальное, словесное, нарративное, точно так же, как музыку. Может быть, нам просто кажется, что мы из литературы что-то узнаем, что мы читаем хотя бы от этого Федора Михайловича Достоевского, чтобы что-то почерпнуть из жизни. А на самом деле, возможно, мы читаем его точно так же, как если бы мы просто слушали музыку. То есть у него идет некое сплетение художественной образности, некая сюжетность, перелив характера в неожиданных ситуациях, драматических сцен, которые подходят к кульминации. Ну, хотя бы взять известную сцену с Настасьей Филипповной, там, где в конце сжигают ассигнации в камине, точнее, пытаются сжечь. Дает ли это что-то для нашей жизни? То есть является ли чем-то таким же практическим, как, скажем, учебник по математике, из которого можно почерпнуть, что, скажем, задачу в магазине посчитать? Мое предположение заключается в том, что романы мы читаем, и картины смотрим, и фильмы мы смотрим, подсознательно воспринимают это точно так же, как пьесу. То есть это ничего другого, кроме как перелива, некого перелива эмоциональных и психологических состояний, больше там ничего нет. Но мы этого не ощущаем, потому что тексты, они очень сильно связаны с нашей жизнью. Если Федор Михайлович употребляет, например, слово «небо», ну, в самом простом значении, не метафорическом, так мы очень хорошо знаем, что это такое небо, и вот к небу, которое мы много развидели, и с детства знаем, приклеен ярлычок, небо. В музыке этого нет. То есть швейцер, очень известный биограф Баха, он очень любил богатой ритмативности баховской, пристегивать какие-то значения, ну, например... Допустим, это мотив восхождения. Или какой-нибудь еще мотив. Или очень-очень излюбленный мотив старинной музыки, то есть еще до баховской, понижение на малую секунду, вот тоненький доминанти. Вот этот звук, который шел в басу, очень часто используется, и бах тоже его используют, особенно в бассионах, и практически всегда этот мотив у него связан с распятием. Да, можно взять и приклеить. Но какое отношение имеет вот это вот к распятию Христа, понять невозможно. Вполне возможно, что в сознании Баха как-то это связалось. Ну, думаю, это анализ. Это было время, говоря, сейчас дай морю. Тоже проехались. Солнечная рок-музыка тоже имела использовать. Неизвестно. Таких... Без рок-оперы, да? Почти. Вполне возможно. Я его плохо знаю. Больше по барышной музыке. Солнечная музыка, наверное, хуже. Ну, в рок-музыке. В рок-музыке его используют очень часто. Но я так думаю, что он в кино. Ну, это... Мезик. Мезик. Да. Мезик. Мезик. То есть, там, понижается шестая, кажется, повышается шестая и седьмая, чтобы больше тяготения к тонике было от побочной. В данном случае это просто хроматический ход. А, ну, тогда... Ну, идет, конечно, медленно. Является ли это связано с чем-то с распятием в неком метафизическом, трансцендентном, метафорическом, каком угодно смысле, вопрос остается за кадром. Швейцер очень сильно этим увлекался. Он там добрую, ну, по крайней мере, десятую часть своей огромной книги посвятил тому, что вывешивали литмотивы Баха, какие угодно. Бах очень много характерных литмотивов. Допустим, там... Иллюстрировалось это нотами, да? Да. Да. В общем, нам надо примеров. Ну, текст, текст и... Да, да. Ну, иллюстрация, видимо. О! Пока все равно брюки появились. А этот самый Швейцер, он когда? Это можно приостанавливать? Швейцер, это наполовину француз, наполовину немец, который написал великолепную совершенно врач. Тот самый мальчик, который Швейцер. Да, да. Который в Африке. Да, да. Он, причем негр. И он написал лучшую... Илот Сенександра, да. А вот он, кстати, писал. Он написал великолепную биографию Баха. Вообще он сначала делал это по-немецки коротко, по-французски коротко. А потом, когда переводил на немецкий, она разросла еще пять раз. Ужился такой толстенный кирпич. Непрезайденную совершенно вещь. Он там еще плавно, неторопливо, так сказать, начинает с его предков и так далее. И вот он очень увлекался ритмотивностью. Возможно, под влиянием у Вагнера. Потому что Вагнер это, конечно, дело сознательное. Какие-то вагнеровские стандартные интонации, 300 аккорти знаменитые, честно говоря, я не смогу их сейчас изобразить, они именно просчитываются. То есть Вагнер в своей знаменитой китрологии и операми его просто нужно сидеть с программкой и читать. Вот возник ритмотив судьбы. Никак Бетхоевский. Никак Бетхоевский сказал по этому поводу, что так судьба стучится в дверь. Ну, пускай стучится, почему бы и нет. Вообще, все вот такие приклеивания к музыке, к инструментальной, к каких-то смысловых значениям, они всегда выглядят немножко смешно. Точно так же, как у Вивальди времена года. Ну да, хорошо, действительно, поминает грозу. И там где-то погрохотал басу. Это, допустим, это гром в небе. Почему бы и нет? Ну, прекрасно можно это слушать совершенно без всякой программности. И музыка не теряет свою эмоциональность. Ну, сейчас же видео-лет добавили. Ну, или не сейчас, а когда появилась возможность. Почему-то зиму, Вивальди, наложили на Россию. Суброва бы наша. Ну, почему бы и нет. Куда ж отлепишь одно от другого. Вот. И, так сказать, вот эти вот все упражнения по приклеиванию к каким-то определенным мотивам, каких-то определенных смысловых значений или символов, они наводят на мысль, что и возвращаются свои мысли, что и романы, которые мы читаем, они тоже воспринимаются, на самом деле, чистым языком. А закрытся в одной джейке? Да. То есть, да, мы, конечно, понимаем каждое слово, написанное тем же Достоевским, понимаем, что оно означает и как оно соотносится с нашей привычной повседневной жизнью. Но моя версия, мое предположение заключается в том, что мы абстрагируемся от этого и просто-напросто следим за неким переливом ну, чего-то того же, что в музыке. Чего-то непонятного, что находится в музыке, но что действует на нас. Точно так же, если мы этим следим условно, можно назвать это драматургией. Ну, потому что, когда мы читаем роман, который нас захватывает, конкретное значение слова не свистят мимо нас, мы принимаем такими блоками. Вот обрезки перепада настроения, да, атмосферы. Там виделся какой-то мрачный герой, так сказать, все... пришел поручик Жерский, все испортил. Что-то что-то там произошло. Вот. То есть я в этом смысле свожу все из... То есть я даже, как я всю музыку играю на органе, любую композицию, богемскую рапсудию, например, вот, убираю мысленный вокал, ударники и так далее, и так далее, гонки, все что угодно. И когда я его слушаю, я представляю себя чистое сплетение органных линий. То есть так же я пытался читать романы. То есть полностью отторгируюсь, так сказать, от любых смысловых значений конкретных, каких-то слов, не только следят за перепадом эмоциональных состояний. Потому что музыке эмоциональное состояние, конечно, меняется. Ну вот я ношу эту пьесу, в которой я хотел сыграть. Тут, правда, то, что идет басу, должно играться ногами на ножном, на ножной клавиатуре. Вот. Я уж как-то буду возвращаться, пытаться для двух ключных маналов и для одного ножного написано. Вот. Но почему, когда я слушаю эту пьесу, или когда я играю, у меня ясное ощущение, что именно начинает рассказываться какая-то история. У меня. Может быть, у вас будет как-то по-другому, я не знаю. Субтитры создавал DimaTorzok Это было выступление. Дальше идет верхний голос, собственно, ха. Вот. И ощущение, развертывающая история, еще больше нарастает, на мой взгляд. хода. Мы в конце второго раздела притормаживаем промежуточный. Я не думаю, что это другому играть. Хотя было бы интересно. Такая промежуточная отставочка, потом идет то же самое, только с модуляцией соль минора в си, бе, моль, мажор. Дальше. 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 Это лук, какой там, третий или четвертый раз. Потом дальше это еще происходит, еще варьируется. На самом деле, это, конечно, варьирование одного и того же хорала. Но удивительно то, что при каждом приходе к следующему отделу, то, что до этого воспринимается не то, что не музыка, как некое вступление. Потом идет следующий раздел. И перед нами верхние уже не только первые, а первые два раздела. Потом идет четвертый, и перед нами верхние все три. То есть они вот так вот группируются. Как это натаска становится все более-более серьезной, более интересной. И потом, в конце концов, идет кульминация. И такое ощущение, что вся эта пьеса написана с конца. Та же самая параллель с романами, в этом случае с детективами. Я прочитал немоверное количество пособий по написанию детективных произведений. И они все рекомендуют с самого начала продумать развязку, тот эффект, который будет достигнут в конце, это все. А потом присобачивать к этому начало некоторые. И только в том случае, если мы знаем, к чему все это придет, есть возможность выстроить все предшествующее повествование зеркально к этому. Ну, то есть, как бы вести читателя совершенно не к тому, что он ожидает в конце, когда достигается эффект неожиданности. И иногда громовой такой совершенно эффект, что вот шарах и все оказывается. Допустим, рассказчик, как убийство Роджера Эквилда, Агаты Кристин. Рассказчик, который, так сказать, наивно все это повествовал, всю историю, неожиданно он оказывается убийцей. В этом смысл книги, вот, кстати, все обидели жутко на эту книгу, невероятно, потому что это несчастная игра. Все читатели ловили убийцу среди всех подозреваемых, на них на всех падало подозрение, что-то происходило, выяснялись какие-то детали, кто-то был оправдан в глазах окружающих, кто-то, так сказать, с... И вдруг, ни с того ни с того, оказалось, что это все дневник Роджера, дневник человека, который, так сказать, в конце создается, что он убийца. Причем весь фокус заключается в том, чтобы построить это все дважды, в двух смысловых слоях. С одной стороны, он нигде не врет. Он все излагает действительно как есть, и все можно догадаться. Но он... Ну, молчали в некоторый момент. Несколько минут там выпадает, вот я пришел туда-то, забывайте, ведь несколько минут у кого-то убил, на это как раз выпадает. Естественно, об этом не пишут. Мы узнаем об этом в самом конце. И, как бы, вся книга приобретает сразу же два... Ну, или фильм «Шестое чувство». Очень известный, я так сказать. Неожиданно оказывается, вроде бы живой психиатр, а оказывается мертвым психиатром. Все видели, знают. Точно такая же параллель между музыкой и романами заключается, проходит здесь. То есть вот с каждым вот этим условием, которое снимается очень четко, видно это в нотах, с каждым разделом, каждый следующий более такой заводной, более драйвовый, он как бы превращает все предыдущее наступление. Ну, предпоследние. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, средний композитор бы на этом закончил. Бак после этого вжаривает совершенно невероятный драйв, который, мне надо сказать, у меня всегда волосы дымом поднимаются, когда я до него доигрываю. Не знаю, окажет ли я такое же впечатление на вас. После этого понимают эти последние три такта, после этого понимают, что все песо писалось ради этого, и он непосредственно имел в виду эту концовку. И вот она вообще примерно вот так вот. Я думаю, что эффект не произойдет, во-первых, потому что я плохо играю, а во-вторых, потому что это нужно слушать с пышняком. И вся пьеса, а я делал перебивки для того, чтобы пропихнуть какие-то свои мысли. Так или иначе, Бах совершал вам очевидным образом, не во всех своих пьесах, но очень во многих, писал музыку с конца, точно так же, как пишутся детективы. И здесь опять же вижу очень четкую параллель между вербальным, сюжетным, нарративным творчеством и музыкальным. И это как бы немножко проливает свет на те вопросы, которые я задавал с самого начала. Каким образом музыке удается что-то говорить нам, не произнося ни одного осмысленного слова, опять же речь идет об инструментальной музыке, и вообще не соотнося ничего из своего строя, не соотнося с реальностью. Ну что такое? Совершенно непонятно. Немножко в той аккоризируется. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, опять же стандартные баковские ходы, которых у него немоверное количество. Ну, допустим, мы закончили с параллелями с сопоставлением музыкального и литературного творчества, теперь... А можно тогда, если мы закончили, чтобы добавить и... Да. Ну вот даже в самых маленьких нюансах, небольших, мы видим, как всякий композитор пытается управлять вниманием слушателя, обманывая его, чтобы потом перед ним разверзалась вот картина происходящего действительно. Даже в таких нюансах, как модуляция из одной тональности в другую. Видите, какой основной прием используется? Так, чтобы слушатель слушал, думал, что он в той же тональности, в которой и был, находится его слух, а потом неожиданное разрешение возвращает слушателя к реальности, где он оказывается уже в новой тональности, в новых правилах игры, соответственно, тональных. Вот. И тогда вот этот переход, этот скачок, конечно же, вызывает своеобразное переживание, переживание вот этой действительности, вот этого скачка, из-за того, что он думал, в то, что есть. Вот. Это первый момент. Второй момент. Ну, вот то, что вы рассказывали сейчас, это же все целая консерваторская дисциплина под названием музыкальная форма, которая отождествляет, значит, художественные формы в других искусствах, или даже речи, и даже какой-то смыслоподачи с музыкой, с музыкальными формами, где имеется своя кулинация, развязка, завязка, там, различное единство, там, даже сюда же реализуется единственное место действия, там, как-то, триада-то вот эта знаменитая. Вот. И поэтому здесь к философии, от философии музыки ничего, собственно говоря, нету вот в этом отделе. Вполне возможно. Дело в том, что философию музыки, если смотреть, вот и исторически, ну, честно говоря, просто нет. Во-первых, очень мало философов профессиональных умел играть, скажем, скромно хотя бы так, как я. Много. Ну, в Ницше, да. Ницше, там. Шопенгауэр. Кто еще? Вагнер, тоже философ. Сложно сказать, как хотеть от него был философ. Философ тоже был. У него есть труды по музыке. И вот этих философ, в принципе, должно хватить, они же тоже свою теорию продвигают. Вагнер, потом был музыкантом, тогда все были музыкантами. Все что угодно. Ну, очень много. Он деятельный был человек, и много писал, и у него было статьи. Правильно. Но когда мы смотрим подборку их высказываний, там самые-самые туманные фразы в стиле, что музыка окрыляет душу и облагораживает. А есть какие-то более содержательные? Ну, да. И он, конечно же, всецело присоединялся к Шопенгауэру, был Шопенгауэр ярый, и его же идеи продвигал так же. Дальше пытался развивать. Такия Шопенгауэра из «Мира по полю представления о музыке», конечно, хорошо известна, но я его много рассчитал, и я не встретил там, честно говоря, никаких. Вот тот вопрос, который... Сначала с философией искусства, и дальше переходит к философии музыки непосредственно, где он отождествляет сам конструкт музыки с конструктом реальности, пытается отождествить различное взаимодействие голосов, и прочее. То есть вот эти непосредственные механизмы он пытается отождествить с собственно реальностью, структурностью реальности окружающей. Ну, вполне возможно, сложно сказать. И далее Ницше, его хрестоматийный труд о эллинстве и пессимизме. Он же там тоже, значит, хор выставляет в особое место, к апполоническому началу присоединяет действия, как... А, наоборот. 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 Эмоциональное и эстетическое состояние. Да. Тут, может быть, так сказать, более общей формулировки по этому поводу, вы сказали что-то внятное, ребята, которые работали раньше, в прошлых поколениях. Но, честно говоря, я не видел нигде ответа на этот вопрос, который я формулировал вначале. То есть, каким образом музыка, которая не имеет никакого отношения к нашей жизни, каким образом ей... Почему у нас возникает ощущение, что мы слушаем, как мы читаем книжку, да? Да. Что мы слушаем что-то содержательное. Я хотел заострить, я простите, что перебью. Дело в том, что действительно, мы же имеем удивительное и странное дело с музыкой, в отличие от всех остальных искусств. Ведь это простая последовательность нот, и вообще это, собственно говоря, последовательность частот, которые никак не связаны с эмоциональным переживанием, которое они вызывают. И эти же эмоциональные переживания могут вызывать именно внешние обстоятельства. И только вот к этим вторым мы предписываем, что они имеют право вызывать у нас эти переживания. А простая последовательность нот, простая последовательность частот, каких-то структурированных, не должна, по идее, эти эмоциональные состояния выражать. И в этом вся магия заключена, собственно говоря, музыке. Да. Существует тот же самый вопрос, хорошо переформулированный. А ответ какой? Я ни у кого не встретил. Ни у Нейши, ни у Шопенгарера, ни у кого. В существе, конечно, это математические значения. Вот, например, октава. Октавный интервал. Если мы возьмем струну, честно говоря, я даже не хочу этим сильно заводить, потому что это очень скучно, а все об этом пишут непрерывно, особенно это средневековый трактат, мы очень любили. Если мы возьмем струну, она будет звучать, допустим, вот так. Если мы ее перепилим пополам, так сказать, перейдем по середине, то два куска будет звучать вот так. Или наоборот, точнее, вот так. Октавный интервал, ну, как бы дать им тот же звук. Точно так же получаются остальные интервалы. Здесь равномерная операция, которую Бах уже были пропагандировать. То есть они берут, так сказать, октавный интервал интервал, и делят его очень строго на двенадцать. Все, в миге двенадцать. Какое отношение это все имеет к эмоциональному воздействию, понять совершенно невозможно. То есть это близко к математике. Что это вот эти укурочки на линеечках? Это, конечно, просто-напросто последовательность математических интервалов. И что? Откуда берется эмоциональное воздействие, совершенно непонятно. Даже в этой постановке вопрос я совершенно никаких неотвестных ответов не видел. Ну, меня, конечно, более практически. Тот же Бах, например, прошу прощения за сравнение, вообще не задавался этим вопросом. Он узнал, что параллельные квинты, они запрещены уже лет восемьсот. Вот этот случай. Параллельно звучит по-дурацки. Глуховато. Нету движения, там параллельность такая движения, получается, что не ощущается слух, он движения от одного к другому. Вот так вот можно. Это перцевый, ну, через октаву. Или секстовый. А параллельнее нельзя. Вот это вот никогда невозможно русский услышать. Это где-то... Это Еретик, если помните, первое... Пустой. Требошок. Там вот точно такие же были. Да, сейчас для больших эффектов это делают. Да? Недавно откопали самую раннюю... Нынятые британские ученые нашли самую раннюю нотную запись, которая в 10 веке, по-моему. Там два голоса всего лишь, а там очень много параллельных. Квинт, то есть вот это озвучание. И это вот так. Потом их запретили, и... Все это время, так сказать, музыканты, вплоть до самого последнего времени, их никогда не использовали. Чайковский использовал. Чайковский использовал. Биткоин однажды, когда импровизировал, он сыграл. Его хлопнули по плечу, сказали... Наргань импровизировал. И вам сказали, мужик, параллельные кинты, они запрещены. Кем запрещены? Не знаю, запрещены. Как все знают. Сказал, ну, значит, я их разрешу. Ну, типичная биткоинская фраза, которая, так сказать, пыталась переворить в мир, но переворить не удалось. Вот. Ну, вот я все начинал с того, что, так сказать, у меня практически, примерно, даже как Бах своим ученикам преподавал музыку в школе, своим ученикам говорил, что параллельные кинты назовывать нельзя. Это плохо, некрасиво звучит. И все. На этом, так сказать, философствование о музыке заканчивалось. Но, с другой стороны, это очень-очень широко распространенная точка зрения, что Бах был крупнее. Это швейцер, он очень много продвигается. Что Бах был крупнейшим философом музыки, что музыка очень философская. Снимитый хорал, который Саверий сообщает, я пока ничего не сыграю. Вот у меня с собой нет. Не помню. Не сыграю. Сейчас, как-то, хенчик переключу, потому что он замучает, наверное, в укселе. Вопрос связанный с тем, почему музыка, не представляя себе ничего другого, кроме как математических интервалов, почему все-таки она оказывает на нас такое эмоциональное воздействие, связан с другой вопрос. Почему мы за некоторой музыкой приписываем некую содержательность, иногда очень высокую, иногда грандиозную. Ну, там, те же произведения Баха и Мозерта считаются высшими взлетами человеческого духа. Хотя, опять же, очень большой вопрос, как это может быть-то, в принципе, по математическим кем-то линиям. Математика создает гармонию. Вернее, под гармонией целиком только математика. Правильно ли? Гармония. По идее, да. Но это субстанция музыки. А то, что дает музыка, это выше. Ну, да. По сравнению субстанцией, в математике, дух и так далее. Это просто хиатик, в которой в музыке присутствует гармония. Конечно. А она подойдет на умный? Тем не менее, некоторую музыку мы считаем пустой, легковесной, не очень интересной. Она надоедает быстро, он слушает чуть-чуть современную какую-нибудь попсовую песню. Вроде бы сначала, да, вроде бы как здорово. А потом через полгода попадется, человек думает, как его вообще слушать, зачем все это не будет. Тут есть еще совершенно другой вопрос, который очень, возможно, связан с предыдущими, которые я пытался сформулировать. Это стили. Где-то как раз во время у Баха было, я не помню, сколько сценарий, 12 или 15, очень много. Детей из них практически все стали композиторами. И очень известными композиторами, слава которых гремела гораздо больше, чем слава Иоганна Себастьяна Баха. Один из них крестьян Бах учил Моссарта. И вот как раз на этом моменте произошел великий стилистический перелом. То есть та катарпутическая школа многоголосная, которую я только что все тут отыграл, она сменилась гомофонной школой, то есть ближе к Моссарту. В моем точке зрения, это уже некая деградация, то есть шаг вниз, да? То есть вместо того, чтобы сделать внизу полноценный голос, он как бы был Бах. И он быстро играет, и он слышал. Внизу идет, в басу идет некий трамп-ам-пам. А это же пьеса для обучения детей княжеских кровей, да? По-моему, музыки всего лишь. Вот то, что... Ну, вот такой стиль моцартовский, он всего лишь... Ну, там у него уже много очень... И опера на нем писалась, и, конечно, и детишек в эфире, чего только не происходило. Стиль радикально сломался. Моя точка зрения, он очень сильно упростился, потому что нет разных голосов, там трех-четырех. Я, когда, будучи в хорошем расположении духа, пытался и пятиголосные пьесы импровизировать, у меня есть, где-то на ютюбе. Это, конечно, все очень увлекательно. Мне, одновременно, сплести пять голосов, так, чтобы по всем правилам, ну, хотя бы не допустить параллельный фил. А когда, так сказать, делается простейший аккомпанемент в басу, там... Ну, это у меня ближе к полифону уже идет. Мусор делал гораздо проще. Ну, а также с 40-й асифонием... В басу идет... Всего лишь. То есть, ну, практически, кинес... Моя сосредоточена на верхнем голосе, на мелодии. Она должна быть простая, образительно запоминающаяся. И при таких сильных ограничениях очень быстро стиль выдохся хотел, потому что таких мелодий просто нет. Вот, много. То есть, у баха нечерпаемое совершенно количество мотивов. Я с ними мелодию помню, мы в штуку... 10 тысяч, наверное, в каждой песне. В тысячи произведений в каждой песне, по 10-20. А потом в штуке стало гораздо-гораздо, были, на мой взгляд, комитимы. Что? Ну, потом же опять в симфонии вернулись же, от классической симфонии, где подвижный контрапункт не использовался. Вагнер вел обратно эту симфонию. Шостакович был дальше продолжателем этого всего. Наследие. То есть, Вагнер вел обратно, вел обратно, но уже не в музыку вообще, а в симфонию, вот этот подвижный контрапункт. И там, и все вот эти бахарские идеи, они там находили... Они даже фуги пытались сочинять. И Моцарт, и Биткоин... Конечно, искусство контрапункта никогда не замирало полностью. Моцарт просто не было возможности со всем этим ознакомиться, с северо-немецкой школой. Интернета тогда не было. Каким образом он получил ноты, совершенно непонятно. Только когда он поехал на север Германии, влезет, по-моему, в Амбург, он там взорвался в нотной библиотеке при церквях, обнаружил там совершенно неожиданно сокровища огромные. И это полностью перепахало ему мозг. После этого начал пытаться, так сказать, писать контрапункты. И даже ухитрялся взять Гентеля, который наряду с Бахом является вершиной контрапунктического искусства. Но Моцарту показалось, молодому Моцарту показалось, что Гентель недостаточно крутой контрапунктист. Он там дописывал голоса. Еще было дело. Это, конечно, музыкально. И вот такое, действительно, это было. Но, тем не менее, фуги Бахов, фуги Битхоина, прошу прощения, фуги Моцарта, они очень скованные по сравнению с баховскими. И полифония у них очень коротенькая. Всегда в разработках симфонии Моцарт начинает закатывать некие контрапункты, ухатает там так, там, на 20. После этого он выдыхается и возвращается снова к гомофонной манере. Ну, а Вагнер, это уже, конечно, совсем другая песня. Вагнер чем-то мне напоминает даже до барочную музыку, орнессансную, как-то вот у него что-то вот те, чуть-чуть вот он отдает полистрины, орландоласы и так далее. И те тоже, конечно, контрапункты используют на всю железную. Ну, а в 20 веке там мы начали уже делать все, что угодно. То есть, Рахманина очень много играл Баха. Но, в принципе, конечно, контрапункты, искусство контрапункта никогда не замирало. Но, тем не менее, стили. Стили, они, конечно, очень явно выраженные. И вот, например, вот здесь вот. Ну, известная мелодия «Бород золотой». Понятно, что все хорошо знают что это мистификация выданная за итальянского автора Франческо де Милана. На самом деле, это мелодия написана здесь в Ленинграде. Задолго до Гребенщикова Варилов, композитор, советский композитор Варилов, который был такой полулюбительный композитор, который взял за базу пластинку, я еще слышал, здесь в 80-х, в конце 80-х. Называется «Лютнего музыка 16 века». На самом деле, там «Лютнего музыки» про Топическое нали две пьесы, а так он сочинился целиком сам. В том числе, в эту... Это мистификация была, и она прошла в 80-е годы. Да. Через все... Он не мог... Он не был, что ли, членом всего композитора, или что, он не мог... Нет, а пластинку он мог записать? Что? А пластинку он мог записать? Не мог. Тем не менее... Узбек говорят, что не мог. Как... Нет, просто таки все-таки вышло, но... Нет, он, в смысле, не мог за себя записать пластинку, но мог записать какую-то музыку. Да, он написал. Ну, а как... Сейчас и прошло. Сейчас и дамил... Он был редакторов, да, по сути? Да. А почему до сих пор... А мы туда не могли знать, невозможно, безумное количество музыки написано в 16-м, или как там, в веке 15-м. Они просто не могли, так сказать, поднять эти ноты и узнать. Да. Ну, это вообще известно, что Бах вообще, наверное, с ними вообще ничего не написал. Вообще. То есть, это как бы... Такое коллективное творчество композиторов начала 19-го века. Ну, есть такая теория. Так вот родилась эта мелодия. А потом уже хвостинка. Забываю. Игорь Мещикова. Слушай, забываю. Да не, не надо. А мне не надо говорить вообще. Вот. Игорь Мещикова перепел. Получилась очень-очень знаменитая версия. А почему в нодных листах до сих пор вот эта Франческа де Милана подписывает этот город золотой и всегда подписывает как Франческа де Милана? Мистификация очень живучая. Да. А это даже в Альбионе, да? Да. Это тоже мистификация. Да. Все знают, что это мистификация. тоже мистификация попала. Но все подписывают это даже Альбиона. Да? Да. Это композитор Сергейный 20-й год. Кто за это? Я как? Это Джу... Он музыкальный клиник, кстати. Да, очень известный философолог. Мы его просили найти экземпляр, предвидит когда-нибудь. Он говорил, нет, это во время бомбежек во время Италии в 45-м году. Да. А как же он до бомбежек это прочитал? А он потом рассказывал историю, что он шел по попелищу и увидел обрывки, но... Он ушел и из какого-то отбушившегося здания вытащил обгоревший кусок нодного листа и там было 6 актов, так сказать. Да, и он их написал. И так произвел с одной из самых знаменитых произвуками произведений. Моцарта, конечно, что в Рекьюми, что где-либо еще написано, конечно, не Моцарта. И об этом тоже можно даже статьи из Википедии. Это спокойно разобрали. А почему? А кто написал? А я их не помню. Немецкий композитор, и потом даже большая часть из них созналась, кто писал. А какого времени? В 19 веках. А, в 19 веках. Ну, что, терпим. А Моцарта, когда был? В конец 18 века. Их там вообще несколько человек, по большому счету. Медельсовым Бантольде, Бах, и, безусловно, Моцарта. Ну, может быть, еще кто-то. То есть, вот такие, что подними, под этими торговыми марками целая команда трудилась. Вот, например, Петхорин, скорее всего, писал все это произведение с Миссангой. А сейчас вот нашли, например, в Бартольге, нашли, в Антисану Бартольге, нашли сестру, которая тоже писала музыку. Вот сейчас идет поток уже музыкальных произведений. Это не сестри, но есть. Может, после своей смерти не мог не писать, не мог писать музыку. Да, конечно, конечно. А, кстати, по поводу тонального преосмысления. Ну, например, сейчас это Ре минор, или скорее даже Ре мажор. Соответственно, вот это водный тон. Перед тоником. В тоник идет. И вот я его превращаю резкий перепад из Ре мажора си бомоль минор. Нет, не очень красиво еще получилось. Нет, сейчас не могу. Ну, вообще, я это хорошо люблю. Это очень хорошо делается на разделе, смея разделов пес, когда двигаешься диезда, 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 диезда тональности, потом неожиданно сваливаешься бомольную, идут внутри бомольную, ниже, там очень это эффектно звучит. Но это гармонический замен нужно использовать. Так, я хотел спросить, так, к чему мы приходим в суждениях относительно того, что причина вот этих, ну, вашего главного тезиса? Мое предположение заключается в том, что все искусство, если очень коротко ужимать это некий такой формат. Нет, мы про музыку, про музыку в данном случае говорим. Все искусство сводится к драматургии, музыка просто ближе всего к драматургии, потому что там ничего другого нет. И что все искусство, что не только музыка, а все искусство, в принципе, не имеет никакого отношения к нашей жизни. То есть, вот смотрим, например, «Охотники на снегу», да, Брейгеля, не имеет никакого отношения к нашим реалиям, потому что знаешь, что такой снег, что такое охота, что такое собаки, что такое замерзшее озеро и так далее. Там передается некое странное состояние духа, как будто, так сказать, париж над землей, но это очень сложно описывать словами. И вот оно вот важно. Это его можно было передать какой-нибудь совершенно другой картине. Его можно было передать музыкой. То есть, все искусство, не только музыка, а все искусство не имеет никакого отношения к нашей жизни. Нет, но я бы не так сказал. Но именно это вот все это утопия. Искусство, и о музыковой особенности, оно абсолютно бесполезное. Да. И музыка бесполезная. Это роскошь в чистом виде. Да. Воплощенная роскошь. Ну, ведь животные, они чем занимаются, только полезные. Вся их активность, она просто... Мы же не можем подражать животным. Ну, мы от людей, от людей. Человек отличается от животного тем, что его деятельность не целесообразна, отчасти. Ну, вот я тогда хорошо... В какой мере мы люди, в какой неозначиваемой реальностью, в которой мы дали от голой тельтарности прямо прагматически некогда. В общем, тезис прозвучал по поводу музыки, я бы хотел противопоставить ему контр... контр-идею. Значит, тезис в чем заключался? В том, что музыка изначально не была никогда самостоятельным искусством. она была в качестве сопровождения различных текстов, песен. Самостоятельно она никогда не звучала раньше. Изначально исторически так сложилась. И тезис заключался в том, что, коль скоро музыка таковой была, значит, и она уже приобрела свойства интонации и передает теперь, транслирует их, может транслировать в сознание уже без предмета, который репрезентировал, так скажем. вот такое, ну, так я понял тезис. Я понял. То есть, она заимствовала переживания, собственно говоря, из искусства, которые эти переживания транслируют, заимствовала, и теперь может самостоятельно их конструировать в познавательные способности. У нее есть очень большие сомнения, что именно человеческая интонация в нашей разговорной является строительными крепичками. Вот, а я хотел как раз таки сказать, контр-довод какой, в чем, что все-таки музыка подражает здесь не искусству изначально, а то, что она может подражать человеческой интонации. И вот эта ее способность позволила музыке сопровождать различные тексты, различную поэзию, различные театральные действия, потому что она может сопровождать, так как она подражает не самому звуку, она подражает человеческой интонации прежде всего. и мы даже можем видеть как виртуозные скрипачи вплоть до того, что могут целые слова выговаривать своей скрипкой. Ну хорошо, вопрос, вот здесь эмоции переданы ли и какой-то наше соответствует. Так, почему не играем? Сейчас. Ну что, если такой разумеет? Здесь мелодия вообще никакой не была, только я понял, я понял вопрос. Понял вопрос. Дело в том, что интонации наши, это что такое? Это то, что транслирует наши переживания, наше эмоциональное состояние, правильно? Да. Значит, если это так, а музыка подражает интонации, она тем самым опосредованно через эти интонации подражает эмоциональной части, эмоциям нашим. И вы передали сейчас не интонацию, но особое переживание. Это переживание, если вот так описывать, какой-то нарастающей тревоги. Вот так. И она таким образом и музыка справилась с этим хорошо. Почему? Потому что, с одной стороны, значит, репрезентирована, то есть, она транслирует наши интонации, то есть, может им подражать, а эти интонации, в свою очередь, подражают нашему эмоциональному состоянию. Вот какая идея и связка. Хорошо. Тогда другой вопрос. Самая-самая простейшая вещь, которую есть только в музыке, которую все эти знают, и не музыканты, все знают, что существует мажор и минор. Проблема мажора и минора не решена абсолютно. Ну вот вам мажор, а вот минор. Есть разница, да? Да-да-да. Почему? Что я меняю? Я меняю, если это до, мажор был, я играю ми, теперь я играю ми-бемоль. Есть разница? Так. Понять никто не может. Я слышал миллионы объяснений. Я прочитал все. Толстенный фундаментальный труд Холопова, по гармонии он такой, немножко экспериментальный. Там он чем только не объясняет. Там он приводит историю этого вопроса. Кто только не пытался это сделать, все музыканты, естественно, с удовольствием пользуются. Я, естественно, импровизирую. Я. Хорошо, я попался под глядой. Бах. Кто угодит. Все пользуются мажором и минором, но никто не может выдвинуть это хотя бы приблизительное предположение, почему, так сказать, условно говоря, мажор веселый, а минор грустный. То есть, почему расположение тонов и полутонов в миноре показывает нам минорную интонацию, а расположение, то же самое расположение, но только в других местах тонов и полутонов, показывает нам мажорную интонацию? Третья ступень понижена. Вот все изменения. А изменения колоссальные. Различия между мажорной и минорной музыкой невероятные совершенно. То есть, допустим, там Бах в каком-нибудь пассионе хочет передать сцену распятие Христа, так он вряд ли будет использовать все некий мажорчик. Различие такое абсолютно фундаментальное. Нет никакого колоссального различия между мажором и минором нет. Я опять-таки буду противостоять вам. Почему? Потому что я могу переложить любую мажорную дональность в параллельную минорную, и у меня будет такая же музыка с такими знаками альтерации. Вот та же самая соль-минорная симфония Моцарта. Сейчас я вам посмотрел в мажоре и у вас у нас идете. Вот она в мажоре. Вы просто поменяли нет, вы поменяли диеза, а я могу перевести в параллельную мажорную тональность. И она будет так же звучать, так же будет звучать, но разрешаться будет в минорный аккорд, но это будет таким же мажором. В параллельное к соль-минору это что у нас? Простите, но дело в том, что минорная тональность считается в музыке как частный случай мажорной тональности. Мажорная основная, а минорная это как бы частный случай мажорной тональности. Я согласен? Мне кажется, это заблуждение идет, на мой взгляд, заблуждение идет из того, что если просто струну и по ней залинкнуть, то это не будет чистый звук, условно говоря, дом. Там пойдут обертоны, те самые обертоны, которые идут тембром. Почему там поясина отличается от органа? Некие призвуки, которые более тихие. Это как гармоники, да? Они звучат, это как бы другие ноты, вот в чем дело. Но они намного тише, но это другие ноты. И это образуется уже в самом звуке уже некоторая заложенная симфония, уже потенциально, грубо говоря. Да. Так вот, простейший, если мы натянули так, что это звучит обычный до, то на самом деле гораздо более тихо там звучит еще и ли, сон, и верхний. То есть на самом деле просто звук, это сольмажорный аккорд. К каждому звуку приделывается тихенький такой мажорный аккорд. Именно поэтому считается мажор основной тональностью, он как бы, а минор, так сказать, это некий уже манеризм такой. Мы же просто спустились на, сколько, на два тона вниз и получили параллельный минор, как бы, мы можем так все трансмонировать. Можно какое-то объяснение, мы не можем объяснить из-за тех математических... То есть вы просто сдвинули на частоту, да, на одну и тоже? Да, но здесь неуместно говорить о частоте, потому что это будет, это число будет иррациональным, в общем дело, поэтому мы не можем сказать, что определилось, что оно будет иррациональным. А лучше сказать на два тона вниз опустили. Два тона это что? Ну просто, все равно параллельный сдвиг почитать. Параллельный... да, да, можно так сказать, да. То есть мы играем, может, не совсем так. там гидрая штука, очень нужно показывать, просто рисовать черные, белые клавиши, показывать там. Вот клавиши же генерируют частоты. Ну это музыка, это не частоты, вот там-то и проблема, что если есть решительное различие между этими двумя вещами. Ну, дубинатная, в смысле основная вещь. Мы понижаем, мы понижаем, но не параллельным образом. Нет, просто я, Олег, твои идеи все возвращаюсь. Вот есть тонические языки. Да. Вот 12, например, в каком тоне будет что-то сказано, «мама» и «мама». Это будет одно и то же слово для нас будет одинаково звучать. Для тонических языков это разные слова. Да. У них высота тонна. Вот эта высота тонна, то, о чем ты говоришь о контонации, она имеет отношение? Да, но вы сказали, что параллельность снижаем. Нет, не параллельно, там будет, эта параллельность будет нарушаться. То есть мы все звуки тональности понижаем, но мы это будем делать не параллельно. То есть некоторые звуки будут на одну частоту понижаться, а некоторые звуки на другую частоту будут понижаться. Это в зависимости от... На большом, все ходы какие-то на мажор. Да, да. Вот домажор. А вот параллельный ля-минор. Те же самые до ми. Вот эти доми, которые, так сказать, складывались в домажорный аккорд, с минором, с ля в басу. Это параллельный ля-минор. Угу. То есть имеется какое-то единство и различие в этом мажоре и миноре. Ну, то есть не на одну ту же частоту, да? Не на одну точно. То есть, глупо говоря, ну, можно так сказать, что клавиши черные на одну частоту, а белые на другую. Да. Не, мы, в общем, как получается? Мы как получаем на клавишах домажорную тональность. Мы играем по белым клавишам гамму, всю гамму играем, по белым клавишам черные не затрагиваем. Если мы, значит, на два тона опустимся вниз и сыграем так же по белым клавишам, мы получим ля-минорную тональность. Из домажорной. Главное, что без черных без черных клавиш это будет, то вот в чем дело. То есть, мы здесь параллельность в тонах сохраняется, а в частотах нет. Вот какое дело. Да. Вот домажорная спускаемся на два тонна. Так а вот по поводу интонации и тональности, это как бы они близкие между собой. И все-таки интонация это очень тональность. Интонация вообще не определяется. Тональность это все-таки как бы медность, а интонация это все-таки как бы шарф. Вот как бы так. Так мне кажется. Это возможность к построению интонаций различных, потому что сами по себе они дают некую интонацию, но в глубоком потенциале. А сама интонация рождается, когда мы от побочного аккорда разрешаемся в основной, ну, в тонический. С моей точки зрения, моя версия заключается в том, что если придумать абсолютно абстрактную, достаточно развитую семиотическую систему знаковую, ну, например, китайский иероглиф. Только какие-то не такие, как настоящие китайские иероглифы, где как-то все-таки связаны с этой жизнью, то есть берется наподобие буквы «Ф» нашей, это квадратик с проведенной чертой, это середина, а середина – это серединное царство. Каждый раз, когда видим иероглиф «Китай», мы видим «Ф» и справа от него идет такая решеточка и огороженная квадратика. Как это означает стены, великую китайскую стену. Когда-то это все имело отношение к реальной топографии, к реальному китайной местности и так далее. Но если мы возьмем и просто от балды из головы совершенно с потолка, вынимаем достаточно сложную семиотическую систему, наподобие китайской иероглифы или наподобие языка баховского мотивного, то она начинает передавать весь смысл нашей реальности, весь глубокий эмоциональное состояние и так далее. Но если человеку речи не учить, ну например, несколько младенцев, а минимус информации посредством… Проблема таких языков как эспиранта, то что там невероятно далеко от сложности нашего языка, на котором мы общаемся. Как мне кажется, что любая знаковая система, не имеющая никакого отношения ни к иероглифике, ни к музыке… Такие опыты ставились. Была додекафония в музыке, Шонберг и так далее. Они пытались экспериментировать, конечно, музыке из этого не получилось, но, тем не менее, Шонбергом отдал нас наносить дослушателей. Это абсолютно не тональная система, они берут некие условные правила, абсолютно искусственные. Что вот, допустим, за ре должно идти всегда фа, ну это примитивный вариант. И причем фа должно быть в два раза длиннее. И после этого, так сказать, и таких вот правил придумывают гигантские сложные математические вот такие вот простыни, и потом на этом пытаются… Но самое главное, что нужно строго следовать неким правилам. И, как на самом деле, да, что-то у них все-таки немножечко получалось. Вот. Поэтому, на мой взгляд, музыка не имеет отношения к интонации. Ну и, может быть, имела изначально, но она оторвалась от нее очень сильно. Все мотивы склеились какими-то нашими представлениями. Вот просто, условно говоря, мажор склеился с веселым настроением, бодрымым, оптимистичным, жизнерадостным, а минор – с минором. А могло бы быть и наоборот, теоретически. Это все мои собственные юридические, так сказать, рассуждения. Вот, например, тот же самый параллельный пинт, который так ужасно звучит в западноевропейской музыке, что ее просто-напросто даже запретили, там, подвергли астракизму. На ней очень много строится в восточной музыке, и там она, что самое, и в русской вот этой вот давней тональной системе. И там это не звучит фальшиво. Там это звучит нормально просто потому, что это все некая условность, некоторое условие. Ну, то есть, другими словами, музыка – это о музыке. Да. Ну, как бы, о реальности даже скорее. То есть, просто-напросто очень много случайностей. Вот Баху понравилась такая вещь. Ну, кое-что, конечно, попадает. Вот такой вот режущий звук, очень редко, кстати, используемый в классической музыке. Понятно, что, естественно, придать ему, ну, приписать ему некие ряд эмоциональных каких-то состояний, близкие таким вот. Почему так? Тревожным, непонятным и так далее. Вот. То есть, я так думаю, что музыка – это просто очень сложная система. Невероятное количество мотивов, невероятное количество каких-то оборотов. Очень сложная система. Ну, как система может относиться к непосредственным переживаниям? Как… Здесь мы там должны постановить, что… Наша технологическая реальность – это тоже очень сложная система. И они коррелируют. Как-то вот так вот. То есть, мы должны сказать тогда, что это просто внешняя музыка, это внешний… Может служить в качестве внешнего конструкта для наших переживаний. То есть, то, что именно показывает, как это математически устроено, грубо говоря, как могут математически устроены наши переживания, собственно. Ну, да. Ну, математика тоже очень сложная, но она, как правило, эмоции не передает. Хотя кое-где она подходит достаточно близко. Особенно очень сложные математические системы. Ну, там всё немножко другим правилам подчиняется, поэтому там очень сложно, так сказать, передавать какую-то драматургию, какую-то смену эмоциональных состояний. Ну, в принципе, на эту тему тоже можно подумать. Вот. С моей точки зрения, разработав любую совершенно, хоть это значки, как иероглифы китайские, хоть это набор мотивов стандартных, хоть это гармония, любую систему, она просто быстро склеится с нашими внутренними переживаниями, которые очень сложны, и мы получим язык. Ну, в истории такого не было пример. Музыка беспримерна в данном отношении. Ну, почему не было? Та же музыка. Когда-то её не было, потом её появилось. Нет, но мы же о музыке говорим и о примерах, которые бы также могли, как музыка, репрезентировать внутреннее состояние, как бы, да, таким же непосредственным образом, как вот она. Ну, с музыкой вообще мало что сравнивает. Да, кстати, язык тела... Язык тела, он всегда, как бы, осмыслен. Мы, если я не разбираюсь в танце, танцор будет передо мной танцевать, и я не пойму, что он танцует. Это значит, что он не с вашей жизнью или мы не с чем? Да, но музыка... А? Вроде бы ясно как раз. Ну, ясно... Мне сказалось как раз, что танцем что-то передаётся непосредственно. Лишь только отчасти, почему? Потому что сами наши движения тела также пародируют наше эмоциональное состояние. Только лишь опосредованно, как и музыка. Так же мы эту же схему можем усмотреть. Вы сами только что сказали, что непонятно. И мне непонятно. Я не болитаман. Я смотрю... Ну, понятно, что если носит балерину, так, наверное, означает, что он не любит или что-то в этом духе. Ну, какие-то элементарные вещи можно. А там... То есть, есть что-то таковое, которое бы пародировало наши переживания. И... Который бы так же... Это точно так же язык, который нужно знать. Ой, очень сложный. И им выдаётся передавать. Люди, которые увлечены этим, наверное, они что-то проходят. Наверное, как-то потрясают их души. То есть, у нас есть сложное представление. Неинтересно, но надо ли его знать? Потому что интересно, что мы говорим все на разных языках, скажем, в европейской культуре. Мы, если этот язык не учили, мы это долго не поймём. Но одновременно нам вполне доступны на язык жестов, язык таранцев. Вполне. Мы даже злолиже тогда не понимаем. Мы понимаем, что собака хочет сказать. В общем-то, да. Но сегодня хороший пример ещё других языков. Вот какое-нибудь великое, гениальное, потрясающее душу всех арабов стихотворения на арабском. Что он нам скажет, если мы не знаем арабское язык? Ничего. А если он станцует танец, то мы его великолепным образом поймём. И если он сыграет тоже. Хотя, если это будет в его системе танцовом. Пентатоника, например. В советском телевизоре такие музыки. Я играю только по чёрным клавишам. Это рокеры любят. Пентатоника в рокеры любят. Удобно очень. Удобно, потому что только чёрным, знаешь, это? Нет, только 5 нот и с 7 две ноты вытесняются. 12 и 2, 2, 3, 3, ми, бемоль, ми и так далее. Этими нотами можно в любую гармонию попасть и не попадёшь в парсак. Смешу на сибко-аккорду в любви нельзя. Нет, это не про аккорд, а про... Ладно, ещё немножко поиграем. На дорогу, на посажу. Там ещё у нас ещё немножко музыка. Покруче. Знайк в деполитанскую гармонию тоже не надо. Вот если магдоминория... а потом делается вторая мишоная ступень, О, как её люблю! Скорпицу очень любили. И в самых мощных моментах баха тоже. Очень интересная штука. Вторая пониженная, от до мажора, да? Да, она в миноре всегда. Есть и мажорный вариант, но это уже большие изыски. Ну, химическая трясущая. До минорные. А теперь я играю ре бомоль, который в до минор возникнуть не может. В общем, пара тяжелых названий. А сейчас я возвращаюсь в до минор. Через суншевые сетоккорды. Гармония исключительно интересная штука, но там совершенно непонятно. Никто опять же поняли. Как вот уперлись в самую простейшую проблему мажора минора, так и все так же не могут объяснить, а все остальные надо. Поэтому наша музыка очень загадочная вещь. Единственное, что я для себя продумал, это некая искусственная подгонка всего искусства под музыку. Предположение, что любой достаточно сложный язык абсолютно никак не связан с этим. Просто абсолютно абстрактная, но очень сложная система. Она, как я говорил, склеится, если попробовать, с нашим внутренним миром, и дальше сможет передавать не меньше, чем музыка. А насчет примеров можно подумать. Похоже, что не склеится. Музыка как чистое содержание может нести различные переживания. Мы уже знаем об этих переживаниях и сцеплении этих переживаний, но мы не можем сказать, о чем конкретно говорится. Предмежением возможности, а сцеплением. Не можем ни в коем случае. Она не репрезентирует нам предметом. Вроде бы понятная вещь перед нами, да? Много раз услышали в Москве такие вещи. Понятно, как поток, собственно, конструкций музыкальных. Вроде осмысленность некоторая есть. А откуда она берется? Осмысленность для внутренней устроенности осмысленности есть. А внешнего значения она не имеет. Смешно себя чувствовать в роли композитора. Но так иначе некую смысловую наполненность я вам только что передал. Залил выше, так сказать. Смысловой наполненность я не оконю. Как это получилось? Есть то смысл? Смысл выхоживания, которое он дает. Ну хорошо, бессмысленно там. Бессмысленно есть. Вот здесь вот нет смысла, правильно? А вот здесь вот есть. Смысл для внутренней устроенности. Я так и сказал. Внешнего смысла нет. Если у нас нет предмета, то тут только внутренний смысл, внутренняя организация его. Нету тактата столе стуле. Да. То есть есть приятная мягкость, скажем. Есть. А тактата кресла нет. Да, да, да. Да. Не знаю, у меня возникает ощущение смысленности. Которую пытаюсь... Ну, она есть смысленность. Потому что тактата мягкости. А это не тактата мягкости. Тоже звуки, да? Те же, о которых мы долго говорили. Те же математические отношения. А тактата кресла нет. Есть тактата мягкости. Лучше взял. Очень хороший пример. Ну что, я надеюсь, вам было более или менее интересно. Да, еще хотелось добавить про интонации. Значит, у нас до мажора и до минора появилось... Точнее, в музыке было следующее. Были так называемые лады. Их было 7 ладов. Если мы берем, скажем, мажорную тональность и начинаем по белым клавишам играть не только уже не от до, а от каждой ноты. От каждой ноты тоже по белым клавишам. Мы получим 7 тональностей. Там лидийская, миксолидийская, фридийская, дорийская. Еще два. Их 7, да? Да, все 7. И три из них будут обязательно иметь мажорную интонацию. А три из них минорные. Притом, три эти мажорные будут различаться в своих интонациях. Одна будет пафосная громкая тональность мажорная. Другая более мягкая, скромная. А третья близится несколько к минору, что ли, какому-то своеобразному пафосу. Три минорные тоже самое. Каждая свою интонацию показывает. А седьмая, последняя, это такая нейтральная. Она очень редко используют музыканты. Нейтральную какую-то своеобразную тоже интонацию показывают. То есть изначально мажор и минор расщепляются все-таки еще на таких вот 7 интонаций. Вот они ближе стремятся к интонации, чем мажор и минор. А уже используя их одну? Нет, 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 нет. Хотите еще? Вот эту пьесу я немоярное количество слушал. Раз еще когда я в университете учился, по-моему, на первом примитивном плейере еще, поликлёночном. Это из одного органа произведения Баха. Это он четко исполняет. Не знаю, я не нахожу какую-то немоярную совершенно осмысленность. Вот. Каким образом удалось это туда запихать? Она очень простенькая. Я, наверное, понять не могу. Ну, допустим. Интересно, как вам это покажется. ПЕСНЯ 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 И динамический диапазон, конечно, очень слабый у инструмента, не отражает, собственно говоря. Дальше идет очень простая секвенция. Знаешь, что такое секвенция? Вот в ноде, допустим. А вот она чуть повыше. Ну вот. И на этой секвенции слушаешь-слушаешь, пять раз повторяется один и тот же кусок. Нет, сейчас секунду. Я середину начал. Правильно? Я уже устал. Уже я струю-то играл не очень-то, сейчас только совсем. Спасибо за все. Спасибо. Все. Ты похлопал, а я задушку. Все. Так. Ха, ха, ха. Батарейка села, блин, ребята. Давно? Не знаю.